Бороться за победу на Сочинский лед приехали 16 лучших женских команд. Определились они по итогам чемпионата России прошлого года. В нынешнем Кубке страны дебютирует и сборная Краснодарского края. Во главе с одним из опытных игроков, участницей зимних игр 2002-2006 года Ольгой Жарковой. Не хватает среди сильнейших лишь Анны Сидоровой, капитана женской сборной России по керлингу, участницы домашней олимпиады. Спортсменка находится на сборах и готовится к крупному японскому турниру. Национальный же Кубок для игроков – это достаточно значимые и престижные соревнования. Это один из важнейших этапов, может быть, первый этап отбора кандидатов на Олимпийские игры 2018 года. Это соревнование в этом плане очень значимое, потому что фактически это первое национальное соревнование в новом олимпийском цикле. Для отбора игроков на сочинскую ледовую площадку прибыла масса специалистов. Уже завтра они примут участие в заседании с полкома Федерации керлинга России. Пока же, по прогнозам тренеров, основная борьба в ледяном Кубе развернется между командами Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга. Именно эти команды называют конкурентами. Проверить на прочность здесь решили и женскую молодежную сборную. С нетерпением жду игры. У нас хорошие результаты в нынешнем году. И думаю, такие же будут и в следующем. Наша цель – и посмотреть команду, и проверить состояние льда. Мне это важно знать, так как я планирую остаться работать в команде. 16 камней разыграли за два часа. В ключевой игре сегодняшнего тура борьба развернулась между командами Краснодарского края и Санкт-Петербурга. Выбить из зачетной зоны камни противников лучше всех удалось кубанцам. Команда Ольги Жарковой одержала победу. Сильнейших же Кубка России назовут в воскресенье на финальной игре.